МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу ЧП «Хроника за неделю». Мы рассказываем о самых ярких происшествиях, задержаниях и судебных решениях в Забайтальском крае. В студии Юлия Савицкая. В прямом смысле убийственная страсть к девушкам привела в колонию строгого режима. В суде Чесенского района на этой неделе огласили приговор Цариндаржи Царинжапову, объединяемому в убийстве 22-летней девушки, которую он совершил в сентябре прошлого года в селе Огдан. Невысокий мужчина вошел в зал суда, опираясь на трости, скрывая лицо маской и капюшоном. Это можно было бы назвать дежавю, если бы происходящее не было печальной реальностью. Ровно 4 года назад он уже слышал приговор суда за то, что собственными руками после ссоры задушил 18-летнюю четинку, а потом расчленил ее тело и утопил в реке. Голову погибшей в одном из городских дворов нашли дети. Тогда он получил 14 лет колонии, но освободился гораздо раньше, став участником специальной военной операции. А когда вернулся домой, то повторил жестокий поступок. На этот раз его жертвой стала 22-летняя женщина, которую он задушил в селе Огдан. Суд приговорил признать Церенджапова Церендаржи Балдановича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить родственницы погибшей 250 тысяч рублей материального ущерба и миллион рублей морального. Страна обвинения запрашивала срок наказания для Церенджапова 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Суд назначил 14 лет лишения свободы. Так что в целом решение мы удовлетворены. Оно принято в соответствии с позицией стороны обвинения. Но приговор будем, конечно же, изучать после его поступления и давать ему оценку. Масло, которое приносит, далеко не пользу. В Чите сотрудники полиции и Росгвардии задержали банду наркозбытчиков. В домах 49-летнего читинца, который предположительно и организовал криминальный бизнес, а также семьи его подельников, были изъяты медицинские шприцы и свертки с веществом темно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что в них было гашишное масло. Опасным для своей жизни посчитал житель Краснокаменска Колганский район. А потому туда он отправился на автомобиль и прихватив с собой незаконное охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, а также более 120 боевых патронов. Для удобства забайкалец слегка укоротил ствол. С таким арсеналом его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Возбуждено уголовное дело. А ведь задержанный мужчина мог не только избежать наказания, но даже получить несколько тысяч рублей от государства, если бы добровольно сдал свое оружие. Напомню, что в Забайкалье увеличились выплаты тем, кто сдает правоохранителям незаконные автоматы, пистолеты, винтовки и патроны к ним. Сдать незаконно хранящееся оружие, патроны и даже взрывчатые вещества забайкальцы могут в любое подразделение органов внутренних дел и Росгвардии, находящиеся на территории региона. Размер выплат увеличился и за достоверную информацию о том, что кто-либо незаконно у себя дома, на даче или в гараже хранит оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Причем получить деньги можно даже за неисправное оружие. Когда собака не друг человека. Уголовное дело возбудили из-за нападения стаи бродячих собак на ребенка в Чите. Напомню, агрессивные животные набросились на мальчика в парке пионеров. Аналогичный случай произошел рядом с общежитием по улице Журавлева. Там жертвой чуть было не стала женщина, которая самостоятельно смогла отбиться. Как вести себя, если встреча с агрессивными животными неминуема, сегодня расскажет человек, который не только знает все о собаках, но и направляет их энергию в мирное русло, а вернее на службу Отечества. У нас в студии начальник отделения Центра кинологической службы Забайкальского линейного управления внутренних дел на транспорте, капитан полиции Аркадий Баранов и его мохнатый напарник Гарт. Здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий, скажите, пожалуйста, что делать обычному прохожему, чтобы не спровоцировать агрессию собаки? Обычному прохожему нужно, в первую очередь, наверное, все-таки постараться обойти стаю собак, или если же даже это одна собака, определить, настроена собака агрессивно на него, или все-таки же с добрыми намерениями. Потому что по самой собаке сразу можно будет определить, как она идет к вам. Если она бежит, виляет хвостиком, подбегает к вам, пытается понюхать вас, поджимает ушки, то это, скорее всего, собака, которая не проявит агрессию. А если же собака, которая идет, оскалив свои зубы, подняв ушки так, настороженно как бы, да, прижав хвостик себе, и все-таки видно, что по собаке она вся напряженная, такая, как струна, то это уже видно, что она хочет проявить агрессию. Соответственно, мы не должны идти на нее, так как любой шаг навстречу ей, это ее побуждает на ответную реакцию, чтобы собака могла защитить себя. В первую очередь, у нас что может спровоцировать агрессию собаки, это как раз-таки страх собаки, что ей кто-то может навредить. И поэтому собака воспринимает человека, который идет на него с угрозой. И любая ответная реакция собаки как раз-таки в агрессии и заключается. А как быть, если все-таки одна или несколько собак идут в атаку? Если идут в атаку, то лучше всего сделать так, чтобы все собаки были, как говорится, с фронта от вас, чтобы вы были в зоне видимости. То есть не поворачиваться спиной. Никогда нельзя поворачиваться спиной, потому что любая собака воспринят вас как добычу. А добыча – это значит, нужно подбежать, укусить, задержать. Ну, в нашем случае, когда служебные собаки. Любой побег, любой отворот спиной к собаке – это провокация того, чтобы собака проявила агрессию. Что, имитировать, может быть, поднять землю, не стоит этого человека? Нет, это да, это да, это можно использовать, но лучше всего нужно, конечно, как бы боковым зрением посмотреть, есть ли что-то за спиной у вас, да, прижаться к любому забору, столбу. Если это машина, то к машине. И так, чтобы стая собак вас не обошла. Потому что если обойдет, вы уже не видите и не контролируете, что сзади у вас, да. И, соответственно, собаке проще выкусить, потому что контактов в глаза с вами нету, атаку произнести ей намного легче. И поэтому мы можем, если даже что-то поднять, как вы говорите, да, с земли, то это нужно делать крайне осторожно и медленно, потому что если мы делаем резкие рывки руками, то мы, соответственно, провоцируем собаку на защиту, то же самое, да. Соответственно, мы медленно, аккуратненько подняли камушек, либо если это палка, то палка, да. Но имитируем бросок, а не кидаем конкретно, потому что мы можем кинуть и не попасть в собаку, и, соответственно, эта собака, опять же, побудет на атаку на вас, агрессивное поведение. А есть ли какие-то средства, которые можно носить с собой в сумке, там, в карманах одежды, которые отпугнут животных? Средства, ну, это элементарные электрошокеры можно использовать, ультразвуковые различные средства, да. Можно и резолевые баллончики, это такие, как вот перцовые баллончики есть, да, что доступно для людей, ну, так сказать, недорогостоящее. Ну, и оно поместится легко в карман, убрал, или если это женщина, да, в сумочку можно убрать. Также, помимо, если этих средств нет у вас в руках, то можно использовать любой предмет, который у вас есть в руках. Это, если это дождливая погода, зонтик есть, да, можно зонтиком защититься, потому что резкий хлопок, вот, открытие зонтика всегда собаку отпугивает, и, соответственно, она уже потом думает, нужно ли мне атаковать. Если у вас есть сумочка, дамская сумочка, да, либо у мужчины какой-нибудь портфель, или барсетка, мы можем тоже этим защититься. Каким образом? Собака всегда атакует наиболее ближайшую точку. То есть если мы ногой впереди или рукой впереди, то она будет ближайшую точку атаковать, что ей самое близкое, да. Соответственно, мы выставляем этот предмет, и собака даже если произведет укус, то она укусит этот предмет, и мы там, ну, нужно держать. Потому что если мы отпустим, она может отплюнуть и напасть на вас снова. Как бы, ну, такие вот средства. Спасибо вам большое, удачно ослушайте. А мы продолжаем. Когда на спящий город опускается туман или наступает пятница, на дорогах появляются нетрезвые водители. Это в очередной раз доказала операция стоп-контроль, во время которой инспекторы ДПС поймали около 40 нетрезвых водителей. Одного из таких заметили буквально в центре города, когда на часах не было и 10 вечера. После небольшой погони машину удалось остановить, а в ней компания из трех человек явно в нетрезвом виде, судя по характерному поведению и запаху алкоголя. Сотрудникам ГИБДД приходится и погоняться за нетрезвыми водителями, особенно когда те понимают, что уже попались, и избежать наказания не удастся. Но бывает и так, что пьяный водитель выдает себя сам. Неосторожная езда приводит к совершенно разным последствиям, в том числе и к авариям. Просто так получилось, что на работе пару рюмок выпили. Поехали? Да. Водительское удостоверение-то имеете? Конечно. Ранее привлекались к ответственности? Нет. Привлекались? Ну, все понятно. Почему сели, выпьемши за руки? Просто тут как бы, ну, ну, то, что два метра может быть из-за этого. В итоге не доехали два метра? Ну, вот я и говорю. В ходе операции «Стоп-контроль» сотрудники ГИБДД остановили и привлекли к ответственности 39 водителей под градусом. Всего в Чите было проверено около 2000 машин, 37 из которых отправились на специальные автостоянки. Что делать, чтобы нетрезвых водителей на дорогах стало меньше? Воспитывать их с детства уверены сотрудники госавтоинспекции. На этой неделе свой 51-й день рождения отметили отряды юных инспекторов движения. Эльшат Сафаров расскажет подробнее. Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую открытку, получается. Берем лист бумаги, вот такую вот, ну, можно, как любой, короче, на вкус. Слаживаем его пополам. Вот, получилось как книжечка. А здесь мы делаем гормошку. Получается вот такая гормошечка небольшая. Дальше мы берем вот такую вот клей, берем и клеим сюда. Из вот этой мы делаем спиральку. И вот так прицепляем. Только надо это сделать склеем. Делаем это на гнезу, получается. Дальше берем склепку и вот эту штуку. И вот, получается, в клеим. Вот так. Вставили вот так. Вставляется лубка. И получается вот такая небольшая открыточка. С 8 марта всех женщин и девочек. Пара минут, несколько простых движений и открытка к 8 марта готова. Внутри прекрасных Четинах ждут не только поздравления, но и правила безопасного вождения. Ребята из этих отрядов своим опытом, своими навыками, главное, своим личным примером, показывают другим детям, а также взрослым, как необходимо соблюдать правила дорожного движения. Насколько это важно. В преддверии 8 марта юные инспекторы дарят открытки читинским автолюбительницам. Сами же дамы такого сюрприза явно не ожидали. Признаются, при виде поднятого жезла сотрудников ГАИ рассчитывали на штраф. Спасибо, очень приятно. На самом деле очень приятно. Всегда думала, что это как-то другие эмоции. Очень интересно, даже как будто бы заплакать захотелось. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем происшествия, сначала сообщайте о нем экстренным службам, а уже потом снимайте на видео и отправляйте в нашу редакцию. Попасть в нашу группу в Телеграм можно по QR-коду, который сейчас на ваших экранах. Увидимся с вами через неделю, и пусть она будет безопасной. Продолжение следует...